всем привет дорогие зрители и подписчики моего канала с вами снова я меня зовут женька сегодня у нас на обзоре игрушка под названием старинг и без или как-то так если ты англичанин переводи в комментариях пиши короче как правильно она произносится ну суть примерно какова это rpg приключенческая игра знаешь говор до лавкрафта вот значит наподобие такого же знаешь вот жуткая атмосфера ктулку хирургу вот этот прочая херня координаты привели нас к незведанной вершине огромная гора вздымается среди темных глубин окутанной тай это краб между прочим краб мы думали что готовы к чему угодно мэйдэй 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 это сигнал сос подводная лодка сша салам передает сигнал бедствия рулевое управление отказала нам быстро заливает водой текущий курс 5 8 галс 5 1 шо это такое ну и крики собственно говоря женские крики я не смогу стимулировать даже если в принципе захочу поэтому ну как почитай сам вот как мало мы знали бездна скрывает больше чем просто древние руины и забытую историю и наше прибытие не осталось незамеченным на огромной глубине малейшее колебание воды может изменить все пробутили древнее зло видимо какое-то да не в виде ктулху стайлинг эбис или абис я честно не знаю как производится какая разница вот на самом деле как она производится ты понял примерную суть да я тебя перевел примерно досконально как может танцклипцию написать комментариях господи если хочешь если уж так принципиально для кого-то но не знаю давайте просто пробежимся посмотрим что за игрушка решим вообще может стоит ее пройти даже ну и ты мне соответственно тоже напишешь понравился на тебе или нет потому что если она тебе не зашла зачем не проходить сам нет терять свое драгоценное время на прохождение игры которые тебе не интересно но согласись после крушения как я здесь оказался это наш капитан да добро пожал подожди отыщите выход из пещеры на подожди добро пожаловать steering эпиз в начале игры вы управляете одним подводником ваша первая задача отыскать выход из пещеры щелкните правой кнопкой на клетке который вы хотите перейти ну давай да она пошаговая игрушка у нас пошаговая между прочим так ну довольно таки любопытно а у подводников есть пункты действия которые определяют что персонаж может успеть выполнить за один ход вы можете потратить пункт действия на одно длительное передвижение или на несколько более коротких пока не прервайте движение другими действиями которые тратят пункты и действия я я запутался обычно подводники получают два пункта действия начале хода пункты действия отображаются видео оранжевых овалов под портретами да вот это типа верхней части экрана или под маленьким портретом возле подводника наполовину полный или пустой овал символизирует пункт действия которые прямо сейчас пока лала короче лан передвижение действиях у есть и передвижение города я сбутался короче давайте думать чуть сделать дальше движение в глубинах передвигайте камеру касаясь мышью края крана или перемещайте мыши короче понял да это как все понятно все логично так ну давай короче смотреть что здесь происходит я не люблю вот эти вот такие подсказки читать блин их время на них тратить давай сразу играть да и все изучить объект это чего у нас такое изучить лейтенант экирс ругается в полголоса чтоб тебя разорвало труп из всех пещер необъятного океана труп оказался именно в этой не самый лучший знак хотя униформа находится здесь давно и годы взяли свое совершенно ясно что погибший моряк был очень высоко высокого звания не из тех кого в обычных обстоятельствах бесцеремонно хоронили бы прямо в море возможно бунт или сражение ответов не будет все что эрик знает так это то что он бы с радостью бы избежал страшной участи постигшие этого человека опустив голову в знак почтения к павшему сослуживцу лейтенант продолжает свой путь а мы продолжаем путь вместе с нашим лейтенантом собственно говоря так мешок в м сша это у нас из подводной лодки выпало нет ради пожалуйста давай осмотримся чуть такое у нас вы получили свой первый предмет гарпун обычно каждый подводник может носить с собой два предмета одновременно вас возьмите гарпун с собой щелкте по нему правой кнопкой мыши так ну ладно это понятно большинство примерно короче ладно разберемся там по ходу пьесы игры не люблю всякие вот эти вот обучаловки правда конечно он туплю здравствуйте этому медуза да вот это медузище можно получиться может обратно все на получил обойти короче может получится господи боже мой два пробуем вы вступили в бой чтобы использовать гарпун короче где наш гарпун подводный нож защитная стойка я не люблю всякие эти обучения на самом деле это столько времени на не даст тратится я понял выбираешь короче гарпун и херачишь по нему сейчас он типа ходит да он тоже промахивается он бьет током давай стреляй слишком близко давай отойдем немножко так отойдем все сколько их тут еще наверное много посмотреть труп давай осмотрим подойдем сначала вот сюда вот ну и теперь осмотрим у его ног лежит сдувшиеся медуза внутри бледной мембраны которая все еще виднеется крошечные электрические разряды экрес не специализируется на этих животных но все равно знаю что им не присуще использование электричества для самообороны или охоты совершенно новый вид с цифо медуз других обстоятельствах это было бы грандиозным биологическим открытием но сейчас я вам было становится только не по себе ну да когда ты находишься где-то на глубине находишь какой-то вид редкий вид или какой-то новый вид биологическая вот этот все херни мне кажется тоже было бы не по себе кстати говоря да тут мы какой-то труп еще видим так это чё лейтенант экирс а ну ты живой но у тебя здоровье тут есть вроде нет говорит лейтенант экирс вы меня слышите он надеется ли что радиоприемники обеих скафандров еще функционирует затянувшиеся молчание окажется несоизмерно долгим пока слабый ответ не отзывается эхо внутри его шлема я здесь то есть да я слышу этот эти офицер столь же ошарашенный что его спаситель что происходит где спрашивает заплетающимся голосом мне бы тоже хотелось это знать пойти офицер отвечает экирс надеюсь что его голос звучит достаточно спокойно и умеренно а поднимайся и проверь снаряжение у нас впереди много дел хорошо continue так ну все ты встал ты теперь в нашей команде да итак каков план как нам отсюда выбраться лейтенант слушая пока не знаю 2 подводники не буду пока читать эти подсказки не хочу тратить на это время вот честно не хочу хотя возможно они конечно полезны но у нас так ограниченное время а если я буду еще и все это читает сколько на это время уйдет короче нельзя терять на минуты слушай мужичок ты же тоже может двигаться давай-ка вместе со вторым путником движение в глубинах были опять эта медуза грёбанная слушай так давай-ка я тебя выберу тебе чуть есть у тебя есть подводный нож защитная стойка борец сигнальные шашки закрыта врагов много возможно слишком много никак нет активные короче ну давай ты в ближнем бою у нас до выступаешь мы можем тебя реально в ближнем бою то порубить нет мы попробуем во все сдулась и мы и убили сколько их тут еще до много это же глубины ну чё спрашиваешь ли этот как я там зовут капитан хотя бы звать капитаном отлично нас ударили током движение в глубинах еще раз ударили током спасибо большое так у нас эксперт по взрывчатке это твои особо умение да я так понимаю гарпуна у нас больше нет защитная стойка подводный нож давайте ножом тебе херанем будь прокляты эти твари согласен с тобой согласен только сильно не ругайся так это чё такое новые задания соберите металлолом для ремонтных работ основное подожди а я как-то а это какая-то дырка что ли еще здесь есть немного металлолома лучше прихватить на всякий пожарный дом никак не жалко давай перехватим так вот это у нас что такое черепушка но это ктулху типа да а именно это и хотелось слышать я за тобой пойдемте здесь я так понял все с тобой до исследовали да наверно давай на стрелочку и воздух минус один слишком далеко воздух минус один это значит что вам нужно где-то искать кислорода травку собирать не хочешь понятно давайте дальше исследовать пока что что-то в этой игре есть согласись даже вот эти вот пошаговые действия то что ты ходишь так вот это свою толику свою атмосферу какую-то наверное все равно влияет на это все так будем разделяться или нет давай этот пойдет туда вот налево этот прямо пойдет здесь ничего по сути нет мне кажется да я вот какой-то проход есть запас воздуха у одного из ваших подводников заканчивается воздух когда у подводников остается воздуха на 7 или менее ходов они начинают страдать от гипоксии которая уменьшает полностью ущерпанный запас лавала бла 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 а восполнить запас воздуха можно при нажатии кислородного баллона или возле выхода воздуха на океан на клиническом дне случае особой необходимости также можете эвакуировать подводников до завершения миссии слушай сколько в тебе а блин как понять то я не понял а петя офицер махать мазохизм и чилчик я про это не знал наверно мазохизма у тебя чего у тебя ничего нет лейтенант ой ну слушай блин где западе этот кислородный баллон то урон порчи какой порчи так здесь это у нас наш этот короче журнал ваших приключений вы тут все описываете да типа слушай но я не понял пока чё тут и кислородный этот вот скафандр да наверное так я начинаю нервничать то что когда начали нервничать и начинаешь меня не смотреть ты просто выключаешь из-за этого начала психовать не нервничать к этому не спрашивание больше ничего соберите важный ресурс переходом я хочу от этого собрать а медь а слушай мне жена тут это да металла собирать давай собирать как медяшку нашли вот еще есть медяшка кстати не хочешь это же собрать но сюда вот подойди вот здесь вот медь я не понял что везде что или медь или чё ты зависла или чё игра почему-то мне указывают что везде медь я не понимаю так подожди где еще тут есть медь какая-нибудь какие там ресурсы полезные нигде нет больше то есть здесь только вы ломите все нет где-то что-то еще лежит так ну как бы я пока что что-то такое то больше не вижу неужели а подожди вот еще был металлолом блин я прямо мимо него прошел это же металлолом металлолом у нас тем временем воздух заканчивается это не очень хорошо так ну теперь то я все собрал так ну ка сможет сюда выйти не мне нужно какой-то выход на поверхность видимо до осторожно поднявшись на прочной якорной цепи то раз подбирается до шлюзовой камеры механизм поддается с такой легкостью будто на тренировке петь и офицер уже не может дождаться чтобы зайти внутрь подлодки и снять наконец а посты левшие скафандр в рубке царит беспорядок возможное оборудование инструмент разбросаны по всей комнате она на это нет времени сейчас важнее всего пробраться в центральный пост петя офицер опускается на колени рядом с люком и налегает на рычаг тяжелая стальная крышка поддается с пронзительным скрипом открывая вид на темную кладь подлодка затоплена водой торос ощущает как и в голове начинает пульсировать паника салем их единственный путь домой единственная его надежда вновь увидеть семью и близких а если повреждения слишком значительные для движения или хотя бы всплыть это нам хана нужно собраться подлодка все еще держится на плаву это значит что в ней полно воздуха им только нужно откачать воду из затопленных отсеков и запустить оборудование в центральном посту торос без боя не сдастся посмотрим получится у вас или нет так миссия завершена хорошо эвакуируй эвакуируйтесь при готовности мне кажется нам это не удастся потому что если мы эвакуируемся то как бы в чем суть игры то вообще салим это наш подводная лодка между тем если что так операция после крушения миссия завершена так 14 ресурсов мы собрали до заметки о выполнении физической рекомендации наиболее пройденное расстояние угроз с нейтрализовано 3 ладно допустим так вы можете применить способность подводной лодки прожектор и предмет сигнальные шашки чтобы осматривать местность покрытую туманом войны так но с этим наверное разберемся да это вот это вот или нет нет короче там уже наверное подожди осколочный заряд аптечка сигнале шашки вот есть подводная лодка салим база ваших операций steering abyss по мере прогресса игры вы сможете тратить энергию и другие ресурсы для восстановления функциональности подводной лодки например возможности лечить травмы раненых подводников для доступа и других комнатах вам сперва нужно откачать воду из центрального поста щелкните по значку капли на секции чтобы откачать из нее воду это тратит энергию которая восстанавливается во время миссии для ремонта центрального поста вам также понадобится немного металлолома и меди ну мы ее собирали кстати вот только что у салима также есть инвентарь в котором хранятся важные предметы снаряжения типа вот это да а ну да инвентарь судном инвентаре подводников отображаются под их портретами в верхней части экрана ну типа вот сигнальные шашки а у тебя чего здесь горбун пустой а ну как бы ладно отлично чё нам делать дальше откачивать воду давайте ремонтные работы центральный пост уже не заполнен водой тем не менее некоторые важные приборы в комнате получили повреждения которые необходимо устранить перед использованием наведите указатель на комнату чтобы увидеть стоимость ремонта нажмите на значок ремонта чтобы починить комнату что вполне себе логично так чё надо так это чё химикаты допустим огромная махина медленно оживает вновь и расположенные где-то за полными воды отсеками машины отзываются на зов центрального поста гулой вибрации двигателей возвращается почти утраченную надежду что еще больше дарит мигающий огонь огонек на панели управления локатор аварийных маячков десятки скафандров каждый с которой оснащен передатчиком пропали из своего отсека сейчас удалось за через только один сигнал она возможно остальные находятся вне радиуса действий или временно отключены после сложных экстренных работ и гнетущей пустоты которую они обнаружили на подводной лодке так приятно вновь видеть цель салэм еще нуждается в ремонте многие системы недееспособны а все остальное держится на целительные силе синие изоленты а такой и такой-то матери ну короче понятно да чтоб жизнь окончательно не казалось малиной из телекоммуникационного шкафа телекоммуникационного шкафа центрального поста пропало руководство по электропроводке либо на непроцаемой кожухе старушку ждет долгое пребывание в сухом доке если ну короче короче если мы выберемся то я будут очень долго чинить и так понимаю да так еще один контакт готова радио новенькая смысле радио починили а может свяжетесь как бы там это помощь вызовите нет или это было бы слишком легко недостаточной энергии так ну недостаточной энергии чем не делать так навигационные карты подожди а невозможно отправиться на эту миссию а это у нас чё ну типа я нажимаю дальше ты чё что не так-то там был значок отправиться дома на щелкнуть прямо на него пропавшая экспедиция я запускаю игру в первый раз поэтому не удивляйтесь если я туплю я не люблю от заранее смотреть игру потом записывать я сразу же вместе с тобой прямо начинаем смотреть и каюка все тут учимся чуть написано новое задание найдите пропавших подводников при помощи сонара так подводники принадлежат ла-ла-ла-бла-бла-бла а и стоит поискать руководство по электропроводке без него мы в полной бездне полная жопе ты хотел сказать короче вот наш геолокатор здесь какая-то . здесь вот что такое синенькое не знаю что такое нам нужно найти членов своего экипажа и по возможности собирать ресурсы да если они имеются конечно давайте посмотрим так теперь твой ход у нас ходи сюда может здесь чуть лежит может здесь ведь лежит а мы тут как бы ходим все пропускаем так ну теперь сигнальные шашки так подожди слабый луч света в царстве вечной темно ты бросает фальш феер который освещает небольшой участок поверхности вокруг себе как бы тут пока что светло я не знаю потом может где-то будет какая-то там пещера где будет темно будем использовать пока что как бы я не вижу смысла так выход воздуха кстати говоря давай воздуха наберем воздуха мы немножко набрали теперь надо чтоб ты у нас немножко воздуха набрал давай иди сюда давай набирай давайте разделимся ты пойдешь короче сюда ты пойдешь сюда не знаю это по моему не лучшая идея во всех фильмах ну типа разделяться вы извиняюсь или на 5 этот момент вырезать что ли а короче не обращайте внимание просто не хочу лишний раз вырезать как есть так есть короче ну покашлял я чё такого-то способность подводной лодки доступны способности подводной лодки отображаться верхней правой части экрана ты за мной наверное не видишь тут в принципе ничего такого нет здесь просто как бы чего мне есть припасы зацепки мечи мекаты металлом поэтому ничего такого интересного и важного то не пропускаешь но действовать еще за мной наверно скрыт локатор здесь тоже в принципе нет зеленая . мигает как бы и и в принципе это все так что а пить офицер я прочитал почти офицер так ну ладно почти офицер пойдем дальше Сейчас что-нибудь найдем, наверное Тут медуза, например, есть, зараз такая Мы сможем ее убить-то или нет? Или мы ход, короче, пропустили Блин, слушай, мы ход пропустили Не успеем, да? Ну, не сможем В смысле? Ладно, значит, сейчас мы огребем немножко Но ничего страшного, что поделать Первый блин он такой, знаешь, первый блин комом Как говорится Давай, промахиваешься Ладно, нам повезло Медуза, которая должна... О, тут еще одна Моя подружка твоя А вот это достаточно плохо Вот это очень плохо, нам надо, наверное, валить отсюда Вот этим Петей офицером Ну, кстати говоря, если их здесь три штуки Блин, их четыре штуки, так мы сейчас умрем и все Мы сейчас умрем и все Врагов много, да? Возможно, слишком много, никак нет Наносит удар по нескольким целям В ближнем бою, может, вот это попробовать? Ну, типа, давай вот так вот попробуем Как сделать, чтобы несколько целей-то выделить? О, отлично Все, ты обоих убил? Они вообще считаются живыми существами? Как бы, да, это же Медуза Четыре хода у тебя перезарядка идет, да? Так, ты можешь еще вот этой вот втащить? Было бы вообще просто неплохо Мы бы за раз, сразу три штуки убили, нет? Похоже, нет Так, ладно, здесь что у нас? Ящик припасов Припасы Хорошо, собираем Что, баламут? На любом поле битвы можно получить преимущество, если знать, где искать Поднимается вокруг подводника клубы песка, который обеспечивает укрытие от дистанционных атак Короче, от дистанционных атак у нас, да, будет вот эта вот вся штука Ладно, полезно Еще, кстати, есть металлолом, давай тоже соберем Нам же надо там выкачивать воздух со своей подводной лодки, чтобы мы смогли улететь домой Улететь, уплыть домой, по возможности Так, сейчас нам, наверное, вдарят, да? Втащат прямо Э, зараза, я думал, ты промахнешься А ему нравится, он у нас мазохист Мы же построили его свойства У вас слишком тут много, по-моему, нет, ребят? Ремонт центрального поста разблокировал две способности подводной лодки Направление сигнала текущей цели Короче, ничего интересного Я, честно говорю, я не люблю читать вот эти все обучаловки Хотя я знаю, что это как полезно Ой Блин, а зачем я подошел? Блин, ну надо как-то, наверное, помогать, что-то там делать, да? Блин, жалко вот эта штука, перезарядка идет Или что это? Или не перезарядка, или это количество? Хрен его знает пока что Давай попробуем Все, на это тебе уже не хватит для энергии Блин, а что музыка-то такая тревожная? Подожди, а ты что? Алло, ты проснешься, может, нет? Походу, нам хана Нам карачун настал, короче, судя по всему Почему я так говорю? Потому что сейчас вон-то охрень двуногая Нас, по-моему, запилить В смысле промахиваться? Ты что такой косой-то? Давай ее Ну Вот Ай, блин, что с тобой делать-то? Может, ты сваришь отсюда? Хотя нам в любом случае надо ее как... Ты, может, будешь двигаться-то, нет? Давай хоть как-то ее атаковать, что ли? Гарпуном? Или ножиком? Может, взрывчаткой? Отчаянные времена требуют отчаянных... Сама... А что? Решение Взрывной расстрел Точно, давай пробуем Десяточка Да, еще себя закосали до кучи Молодец Молодец Этот худощавый труп Отличается от всего Что Экерс видел в своей жизни Черты строения Присущих глубоководным животным Смешанные с более человеческой фигурой С чем ему хотелось бы признавать А размер глаз Объясняет, почему этот странный зверь Так избегал света фонарей и скафандров После непреклядной тмы Его привычной среды обитания Люмицентные лампы Должны были казаться Чем-то вроде ярких солнц Руки тонкие и немощные Вряд ли часто использовались с существом Но нетрудно заключить Что шипы выстреливаемой твари Служат в основном средством Как обороны, так и нападения И замысловатая одежда Также предполагает Наречие продвинутых орудий Экерс не может избавиться от мысли Что эти шипоглазы Не так просты, как кажутся Ну да, я уже понял, короче Блин, ну то, что я применил бомбу Вблизи себя Это, по-моему, херово, блин Потому что я себя тоже закоцал Блин, ладно Так и это что такое Это не кликабельное Это не какие-то там ресурсы Я просто не хочу ничего пропустить Потому что мне сейчас нужны любые ресурсы Так, ну здесь я выйду к этому просто, да? Я ничего здесь не пропустил? Вот медь, например, лежит Давай соберем Соберем А дальше увидимся Это что такое? Неизвестное существо Бляха, муха, сколько у вас тут? Ты умеешь ползать вообще, нет? Еще один Серьезно? Их тут два, что ли? Блин, слушай, херово Я даже не знаю, что делать Сигнальные шашки Это все не то Давай попробуй Бля, я так и знал, что что-то распыливаешь плохое Так, баламут Эксперт по взрывчатке Я могу сюда кинуть? Или... С какого расстояния, короче, я могу стрельнуть? Вот это вот херотение Может мне просто уйти отсюда? Я не могу его атаковать Я только что свое действие просрал В забаламученный песок Так, ну ко мне ты сейчас не должен подойти Ты промахиваешься, да? Из-за этого песка Так, подожди, сейчас надо думать очень внимательно Эта штука у меня перезаряжается Что мне остается? Только ножиком тебя бить Давай В принципе, неплохо ты его так дамажишь Будем подходить к этой штуке Ты умерла? А ранее пухлый полип Теперь выглядит подобно развороченному зонтику Ошметки ткани, которого свисает с костистого каркаса Давление внутри этого некогда прочной капсулы Похожей на гратиксный коралл Должно быть невероятным Неизвестное науке причуды эволюции Или последствия какого-то неестественного воздействия Что? Не знаю По-моему, это какая-то херотень Говоря простым языком Не, ну что это еще может быть? Так, здесь ничего нету Здесь труп этого самого, да? Ну, медленно подбираемся к выходу Нам надо только вот эту вот херотень убить Как ты там называешься? Шипалас? Шипалас Чем-то в меня пернул противным Так, ну ладно, давай, наверное, подойдем вот сюда вот Окружим его, так сказать, с двух сторон Чтоб ему тоже как бы было Не очень легко Скользящий удар Это хорошо или плохо? Наверное, плохо Как ты мог промазать с такого расстояния? Объясни мне, пожалуйста, мужичок Тебя еще оглушили? А, или что, подождите, и мы его оглушили Я пока что вообще ничего не понимаю Так, ну ладно Мы его убили, хорошо Что-то можем с него собрать, нет? Жизненная сила Какую-то жизненную силу можем собрать Так, ну давай пока сюда направляйся Сейчас тот мужичок соберет жизненную силу Давай, собирай Плюс 19, чего? Слушай, у нас есть аптечка Мне очень интересно Так, подсказка, пока уйди Так, здесь по навыкам у нас все По инвентарю у нас есть баламуту У нас есть гарпун, но у меня нет аптечки Это довольно-таки херово на самом деле Подлечиться мы можем только на своей подводной лодке Да, судя по всему Давай вместе ходить Потому что что-то поодиночке ходить Это как-то нападет еще какая-то такая херотень Двоем проще будет убить Так, ну ты будешь двигаться-то? Нет? Все, ход завершен Ну? Алло Будешь двигаться? Нет? Ну нет, так нет Так, ладно Давай управлять сначала тобой Ты у нас будешь таким разведчиком У тебя здоровье вроде побольше Хотя нет, у тебя здоровье наоборот поменьше Это у нас мазохист Тебе нравится, как тебе причиняет боль, да? Нет, хорошо, это нам на руку Пусть я бьют, а ты радуешься Это, надо же хорошо Так, пошли сюда, Ачи Нам вот по Сонару идти как раз в эту сторону Кстати говоря Если уж на то пошло А, так, воздух минус один Ну я могу вот здесь вот восполнить немножко воздуха Давай, подойдем Не знаю, как это работает Но давай подыши Плюс пять воздуха Ты давай тоже подыши Там вот я вижу Визузу, кстати Мне бы здесь аптечку где-нибудь найти Было бы вообще просто неплохо Только глянь на размеры этой твари и этих зуб А что мне делать-то? У меня мало здоровья осталось Алло, игра Может ты меня как-нибудь пощадишь? Может ты мне дашь какую-нибудь аптечку хотя бы где-нибудь, нет? Блин, я не знаю, что делать Ну давай сюда Ммм, сигнальные шашки Сейчас эта херотень подойдет, наверное, и убьет меня, да? Нейротоксин Типа яда какого-то Уйди от меня, пожалуйста Мазохист мне раздаваться Блин, слушай, это капец Так Давайте думать, что у нас есть У нас есть эксперт по разрывчатке Давай попробуем тебе нанести урон Девяточка приносит О, слушай, нормально уходит Правда у нас сейчас вот этот вот откинется, мужичок Как бы тебя вылечить-то, а? Дружочек Давай так вот Все, кто умер Ты не взрываешься? К этой штуке я подходить не хочу, ты взрываешься На первый взгляд Анатомия сраженного чудища отрицает любые законы логики Головой он напоминает косатку А пасть полна обритвенно острых зубов Гладкая и эластичная кожа Также указывают на его млекопитающее происхождение Что за жестокая дарвиновская прихоть Породила это прямоходящее глубоководное существо Ему неведомо, но Патрик Торрес не может отрицать того факта Что тварь и впрямь ходит на двух ногах Среди этих пустынных глубин Большие костяные грюки, которые качаются каждая рука Выглядят опасно, но громоздко А как этому зверю удалось надеть на себя скудную наведренную повязку Остается загадкой Как и сама возможность создания тканей материи на такой глубине Возможно, эта мутная тварь, которая, совершая это креститель, существо Появилась вовсе не после естественного отбора А стала тошнотворным результатом какой-то пагубной мутации Ну да, как после Чернобыля, наверное, в принципе У вас здесь может быть местный Чернобыль происходит? Я даже не знаю, слушай, ребят Если у вас тут какой-то Чернобыль нет Слушай, ну мы тут такими темпами умрем Я не знаю, как мне применить аптечку У меня нет аптечки, понимаешь? У меня нет аптечки Что мне делать? Ну нет у меня аптечки Я надеюсь, выход уже где-то здесь рядом, наверное, нет А нам куда? Нам куда-то сюда, что ли, надо было? Блин, 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 блин Ты не можешь дальним бое атаковать Тут еще какая-то хератень А, тут металлолом, ладно, нормально Давай отойдем Отойдем Было бы неплохо Сейчас он кого-то из нас убьет, да? Отлично Рассудок и безумие Психическое состояние вашего экипажа Жизненный важный ресурс Всякий раз, как рассудок подводника снижается до нуля Этот подводник терпит А теряет следующий ход из-за приступа безумия И действует неконтролируемо Понятно Короче говоря Первый глин комом у нас получился 100% Сомневаюсь, что мы сейчас сможем что-то затащить Не дает мне почему-то игра аптечку Может ты в нее уже играл в эту игру и сейчас думаешь Что ты тут пишь? Тут же как бы так все легко делается Но я запустил эту игру вот только что Прямо вместе с тобой Че я могу сделать? Не дает мне игра аптечку В смысле враги? Где враги? Он же недалеко ушел А, вот и тут Блин, давай тебя быстрее убьем как-нибудь, а? Не хочешь отсюда его убить? У меня перезарядка идет Ой, господи Ну давай, сейчас там еще медуза подплывет, блин Сейчас нас убьют Нет, не убили? Не убили, это хорошо Мне бы выход найти Де-це-ацид Короче, мы его сможем как-то спасти или нет вообще? Лейтенант Экерс добирается до безжизненной массы Лежащей на тонком слое песка Что покрывает каменный пол этой жуткой пещеры Он спешит проверить целостность скафандра К счастью, этот не поврежден Стекло покрыто конденсатом И скрывает лицо находящегося внутри члена экипажа Что ж, это хороший знак Ведь мертвяки не проявлял бы никаких признаков дыхания Ему не терпится узнать, что находится внутри Но с этим придется подождать до тех пор Пока спасенный не придет в себя Экерс оглядывается назад Сматриваясь в молчаливую темноту И холодные мурашки пробегают по его спине Лейтенант Экерс надеется, что наконец получит ответы Хотя бы на некоторые мучившие выживших вопросы Но само собой, даже спасение одного из слишком много пропавших Без вести товарищей, это уже кое-что Похватившись, Экерс понимает, что медлить нельзя Дышит он или нет, но лежащий без сознания подводник Может нуждается в медицинской помощи А воздуха надолго не хватит Так, подожди, воздуха немного не хватит Где являя запутался? Он задерживается дыханием А, он задерживает дыхание И трясет товарища за плечо Секунду кажется часами Но наконец фигура подает признаки жизни Лейтенант отходит на шаг Давая найденному подводнику прийти в себя и оглядеться Спустя несколько секунд треск рации Треск рации возвышает о том, что неизвестно И активировал свой передатчик Где я? Меня кто-нибудь слышит? Кеннет с облегчением вздыхает и произносит в ответ Долго рассказывать, но должен признать Я чертовски рад слышать твой голос Его наполняет забытое чувство надежды Может быть для них еще не все потеряно Что произошло? Ты помнишь, что ты такой Как-то сюда попал вообще? Экерс, это ты? Спрашивает младший научный сотрудник слабым голосом Он явно пытается скрыть страх и смятение Но лейтенант Экерс тут же понимает Что происходящие события не прошли даром Продолжает Я не уверен, что могу ответить на твои вопросы Все такое расплывчатое Все эти сны Экерс, эти сны Я будто прожил тысячи жизней Связанных между собой Но при этом уникальных Отличающихся от всего Что я мог представить в этих безотрадных буднях Но теперь все покрывается пеленой Пока младший научный сотрудник говорит Экерс не перебивает Но тем временем проверяет его запас кислорода Это необъяснимо Но баллон заполнен до предела Ну то есть он не дышал что ли? Я даже не помню, как оказался в скафандре Там был капитан, он шел впереди меня Вел через водоросли и какие-то развалины Мы не одни в этой гнетущей глубине Тени крались прямо там, где исчезали свет фонаря Экерс силуэт из нашего мира Боже милостивый А почему величие и благодать моих снов исчезают Эти ужасные воспоминания остаются Теперь он заметно нервничает От дрожь его конечностей И просматривается даже на громоздких скафандром Лейтенант Экерс кладет руку ему на плечо И это прикосновение возвращает его спутнику Немного уверенности Они пропустили нас и мы пошли дальше Казалось капитан Эшвард знал куда идти Он шагал с уверенностью и целеустремленностью человека Которому известна его цель А затем капитан внезапно остановился Нас окружали огромные камни А среди их зияла огромная темная пропасть А потом он обернулся Это был он Он вместе с тем и нет Я увидел лицо отвратительную морду Вид которой до сих пор не выходит мне из головы И он смотрел на меня своими нечеловеческими сверкающими глазами Кто? Что-то шевельнулось за моей спиной Капитан должен был все видеть Но даже он не шевельнулся Не попробовал меня предупредить Я попытался вытащить нож Но не смог даже пошевелить рукой Будто кто-то очень сильный удерживал меня Это гипноз наверное какой-то был или нет? А он просто стоял там Как он мог просто стоять и смотреть? Лейтенант Экерс ошеломленно вздохнул А он молчит короче Несмотря на все ужасы Увиденные им в этих проклятых глубинах Одна мысль о том, что отважный капитан Эшвард мог отвернуться от своей команды Это было невыносимо Собрав в кулак всю свою уверенность Экерс спокойно произносит слуг Мы должны его отыскать Мы должны отыскать правду Эвакуируйтесь при готовности А кого мы нашли-то? Я что-то ничего не понял Так блин, ребят Давайте наверное будем заканчивать на сегодня У меня реально что-то уже с голосом Я уже охрип Короче мне тяжело говорить Поддержите меня пожалуйста лайком Если еще не подписан на канал Так же и не забудь подписаться на самом деле Ну и пиши комментарии Что думаешь по поводу этой игры На мой взгляд она интересная Ну блин уж очень нужно короче отдохнуть от этого всего Я уже не знаю какую видяшку я пишу подряд В любом случае подписывайся на канал Это же я говорил Ну и увидимся в следующих сериях Всем пока ребят Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok